Крупногабаритный мусор вывозим за отдельную плату. Этого требует закон Московской области. С наступлением тепла развернулся и ремонтный сезон в квартирах. Люди переклеивают обои, меняют мебель. Старье и рухлядь по привычке складируют у контейнеров. Вот какую картину недавно зафиксировали жители дома 3А по Волоколамскому шоссе. То ли большой ремонт, то ли переезд. На фото чуть ли не вся мебель из квартиры складировали крупногабаритный мусор возле контейнерной площадки. На этот случай носит не единичный характер, просто хочется акцентировать именно на нем внимание, потому что у нас есть все доказательства, видеосъемка, фотосъемка, показания соседей, которых тоже не устраивает эта ситуация, о том, что захламляется площадка. С хозяйкой квартиры удалось связаться по телефону. Женщина, уверяет, была не в курсе происходящего. Полмесяца назад она продала свое жилье вместе с мебелью. Купили нашу квартиру, сказали это все оставить. Понимаете, у нас полмесяца назад купили эту квартиру. Я что должна потом, после того, как документы оформлены, забрали ключи у нас, проверять, что вы носите из квартиры или нет? Ну, конечно, вы же ответственный квартиросъемщик. Вы собственник квартиры. По закону, любой крупногабаритный мусор должен складироваться в специальном контейнере. Рабочие называют его лодкой. Весь крупногабаритный мусор, который появляется у жителей в результате переездов, перепланировок, еще каких-либо действий, жители обязаны дополнительно заказывать лодочку-контейнер, который оплачивается отдельно и в тариф не входит. Заказать лодку можно в любой мусоровывозящей организации. Цена за такую услугу начинается от 2000 рублей. Валентина Мордовина, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.